Ремонт дорог и тротуаров, подготовка к зиме, строительство временного жилья для переселенцев. Эти и другие темы обсуждались на пресс-конференции мэра Александра Сина. О самом важном в нашем следующем материале. С начала сентября в городе ведутся активные работы по ямочному ремонту дорожного покрытия. Так уже залатаны более 40 дорог общей площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. Самые масштабные работы ведутся на улице Победы, Днепрогрессе и в Кортицком районе. Кстати, ремонт тротуаров также внесен в план. Но из-за недостатка средств эти работы перенесены до лучших времен. Также городской голова рассказал о подготовке к зиме. Говорит, ремонтируются кровля, лифты и подъезды. С начала сентября отремонтирована кровля на 110 домах общей площадью 6404 квадратных метра. Выполнен ремонт шести подъездов, заменено 28 входных дверей. Произведен текущий ремонт 552 лифтов. Александр Син рассказал, что австрийское правительство готово профинансировать капитальное строительство жилья для переселенцев в нашем городе. От городских властей требуется земля, необходимые разрешительные документы и строительство фундамента. Все остальное берут на себя австрийцы. В городе Запорожье на первом этапе они предлагают построить такое жилье из расчета 100 человек или 30 квартир. Мы договорились, что до конца этой недели они определят конкретную компанию исполнителя, с кем мы будем вести переговоры. А мы подготовим предложение по земельному участку, условиях подключения к городским сетям. Городской голова также отметил серьезную помощь со стороны ООН, миссия которой намерена выделить свыше 1 миллиона 400 тысяч гривен на переоборудование в городе и жилых помещений в жилые для временных переселенцев. Работы уже начались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова